Здравствуйте! В эфире программа «Книжные полки». И сегодня с вами я, ведущая, Елена Бунакова. Рассказ о книге, которая находится сегодня на нашей полке, хотелось бы начать словами самого автора. «Знаю, что на непрочной ладе пускаюсь в дальнее плавание, или на малых крыльях уношусь к звездному небу, тогда как и небесным умам не достает сил возблагоговеть перед Богом, сколько должно». Именно так поэтично начинает книгу своих песнопений таинственных один из величайших святых церкви архиепископ Константинопольский Григорий. Православная Церковь именует святителя богословом за особый дар постижения тайны Пресвятой Троицы, за стремление, как писал сам святитель, открыть божество или определить великого Бога и дать ключ ко всему. Познакомиться с многогранным творчеством святителя Григория Богослова, открывающим нам божественные тайны, помогут его избранные творения, собранные в книге с одноименным названием. Об этой книге далее в нашей программе. Итак, сегодня мы предлагаем вашему вниманию избранные творения святителя Григория Богослова, входящего в круг величайших богословов IV века, так называемых Великих Каппадокийцев. Прежде всего, давайте вкратце вспомним житие святителя, которым издатели открывают данное издание. Великий отец и учитель церкви родился около 329 года. Отец будущего святителя происходил из христианской семьи. Его мать, святая Нонна, была ревностной христианкой и приложила все свои силы к тому, чтобы дать Григорию истинно христианское воспитание. Отец же стремился дать ему лучшее богословское образование. Будущий святитель начал учебу в родном Назианзе, затем продолжил ее в школах Кесарии, Каппадокийской, Кесарии, Палестинской и Александрии и завершил образование в Афинах. Он основательно изучил античную литературу и философию. В совершенстве овладел ораторским искусством. Еще в Кесарии Каппадокийской святой Григорий познакомился с другим святильником церкви – святым Василием Великим. Их дружба окрепла во время совместной учебы в Афинах и сохранилась на всю жизнь. Окончив учебу, святой Григорий вернулся в родной Назианц, надеясь проводить здесь уединенную жизнь в созерцании. Однако в 359 году отец против воли посвятил его в священный сан. Смущенный этим Григорий бежал из Назианца в понт, в монастырь своего друга Василия. И только по настойчивому требованию отца вернулся к месту своего служения. А впоследствии, по настоянию уже святителя Василия, принял епископский сан. Как отмечают издатели, в 70-е годы IV века христианский мир оставался разделенным на две части – православную и орианствующую. Тогда собор православных епископов принял решение отправить святого Григория в Константинополь для борьбы с еретиками. С этого времени он и остановился главным защитником православия на Востоке и за свои заслуги получает от церкви имя богослов. По словам издателей, святитель Григорий оставил после себя весьма значительное творческое наследие, о котором в целом можно сказать следующее. Все творения принято подразделять на три группы – слова, письма и стихотворения. Всего сохранилось 45 слов, произнесенных святым Григорием. Они могут быть разделены на догматические, праздничные, похвальные, надгробные, защитительные и обличительные. Из догматических наибольшее значение имеют пять слов о богословии, в которых раскрывается православное учение о Святой Троице. Слова на празднике Рождества Христова, Богоявления, Пасху, Пятидесятницу и другие представляют собой образец глубокого осмысления сути главных христианских праздников. О первостепенном значении творений святого Григория свидетельствует тот факт, что каноны на перечисленные праздники, написанные преподобным Иоанном Дамаскиным и по сей день исполняющиеся в наших храмах, представляют собой в значительной степени цитаты из праздничных слов святителя Григория. А церковный устав предписывает считать в храмах его слова в дни соответствующих праздников. В словах похвальных, надгробных, обличительных и защитительных содержится много ценных исторических сведений о современниках святого Григория, его отце и матери, святителях Василии Великом, Афанасии Александрийском, Григории Низком. Много в этих словах и автобиографического материала. Обличительные же слова против Юлиана Отступника представляют нам сведения о церковной жизни в годы правления этого императора. Из эпистолярного наследия святителя Григория до нас дошло 249 писем. Большая их часть относится к последним годам жизни святого. Некоторые письма имеют важное догматическое значение. Таковыми являются послания к пресвитеру Кледонию и патриарху Нектарию, содержащие критику учения Аполлинария. Весьма значительную часть наследия святого отца составляют поэмы и стихотворения, которые также принято подразделять на три группы – догматические, нравственные и исторические. В последней группе содержится много интересного автобиографического материала. Настоящий сборник творений святого Григория призван отразить различные стороны его литературного таланта. Из догматических сочинений здесь помещены пять слов о богословии, за которые святитель и получил наименование богословов. Из слов на праздники – слова на Рождество Христово, Пасху, Неделю Новую, а также слово в память святых мучеников Маковеев. Последнее сочинение представляет собой образец проповеди в дни памяти святых. Из сочинений автобиографического характера в сборник включено слово о себе самом и говорившем, что Григорий желает Константинопольского престола. Это краткое сочинение является ярким свидетельством того, как сам святитель относился к своему епископскому служению. В похвальном слове в честь святителя Афанасия Александрийского читатель найдет исторический портрет одного из величайших отцов и учителей церкви, который был современником святого Григория. В этом произведении содержатся и интересные сведения о церковной жизни в IV веке. Слово о любви к бедным являет нам глубокое изложение учения о христианской благотворительности, а в беседе на слова «Когда Иисус окончил слова сии» изложено христианское учение о браке. По мнению издателей, последнее сочинение интересно и с точки зрения формы. В отличие от большинства проповедей святого Григория, оно представляет собой беседу, посвященную толкованию евангельского отрывка стих за стихом. Особенностью же сборника является раздел, в котором помещены избранные стихотворения святого Григория Богослова, которые, как считают издатели, помогут читателю более адекватно представить величие его поэтического дарования. В предисловии книги издатели поместили молитву, с которой обращался к святителю Григорию Богослову святой равноапостольный Кирилл, когда приступал к изучению творений великого вселенского учителя. Слова молитвы звучат так. «О, святитель Божий, Григорий Богослов, ты телом был человек, житием же явился ангел, ибо уста твои, как уста серафимов, хвалами прославили Бога и своим православным учением просветили вселенную. «Молю тебя, прими меня с верой и любовью к тебе преподающего, и будь моим учителем и просветителем». Пусть эта молитва поможет и нашим читателям обратиться к многогранному творчеству святителя Григория, который в каждом своем сочинении раскрывает нам божественные тайны. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего самого доброго. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok